Математику базовый уровень сегодня досрочно сдают 6 человек. Один из них на дому по состоянию здоровья. Экзамен длится 3 часа. При себе можно иметь только линейку. Каждый шаг экзаменуемых под контролем. За теми, кто сдает экзамен, следят сразу две камеры. Это нужно, чтобы ни одно нарушение не осталось незамеченным. Если наблюдатель увидит, что кто-то достал телефон или шпаргалку, он сразу может позвонить на пункт сдачи ЕГЭ, и ученика удалят с экзамена. Видео, которое мы сейчас видим на экране, записывается сразу на несколько источников и хранится 3 месяца. Камеры видеонаблюдения установлены в штабе, где находятся руководители экзаменационного пункта и члены комиссии. Но особо пристальное внимание учебному кабинету. Наблюдатели говорят, самое частое нарушение – попытка достать телефон. У нас слепых зон нет. Камера установлена таким образом, что мы контролируем каждого участника не только спереди, но и сзади. Видны абсолютно все действия, попытки его списать экзамен. Также фиксируются все разговоры между участниками, потому что на портале мы можем фиксировать не только видео, но и звук. Досрочно ЕГЭ сдают в основном выпускники прошлых лет. Их большинство и на этот раз. И спортсмены, которые не могут прийти на экзамен в положенное время. В этом году раньше срока свои знания решили проверить 119 человек со всей Самарской области. Востребованными оказались все дисциплины. Задания больше не привозят в бумажных пакетах. Теперь их распечатывают с диска прямо в аудитории. Экзамен заканчивается, происходит сразу сканирование данных материалов, и они поступают потом в региональный центр обработки информации. Эти новые введения для того, чтобы не допустить никаких изменений в тех материалах, которые сдают дети. Чтобы никаких исправлений не было. Результаты экзамена по математике станут известны 4 апреля. Досрочно сдать экзамен можно будет до 23 числа. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События.